Итак, можжевельник Вердинский, начинаем выкопку. Очень большие корни у него. Корневая очень хорошая. Откладем и смотрим. Вот, ну, сам сантиметров 10, наверное, ну и корень такой же. Он очень хороший сеяниц. Его надо сажать однолеткой. Тогда он пойдет прямым и хорошим. То есть, осень, весна, прекрасно, время для посадки. Особенно сейчас, ну, сейчас он поменяет цвет у вас, это ничего страшного. И туя тоже поменяет, то есть, все это цвет поменяет. Поэтому, не переживайте, если костью к весне все отойдет. Ну, корневую вы видите. Сейчас быстренько не будем задерживать. Начнем уже собирать. То есть, можжевельник Вердинский. Вот выкопка его, вот он его рост. Можно видеть. Растет большим деревом. Ну, его на посадку, на одиночные, на изгороди, на фигуре из него делают. Довольно хороший, быстрорастущий, можжевельник, главное. Вот однолетка, видите, какая. Двухлетка, она еще больше будет. Там, а трехлетка вообще красивый. Но он выходит таким красивым деревом. Если его зимой не поломает, то он красивым деревом выходит. Но растет очень высоко. Поэтому лучше на подстрижку или на изгороди. Довольно таки красиво. Ну, главное, что это можжевельник. Женя, а он с голубизной, да? Да, он чуть-чуть голубоватый, но он потом становится все равно зеленым. Ну, тоже смотря где, может и голубым и остаться. Поэтому давайте не будем задерживать. Сейчас будем упаковывать корневая. Ну, корневая, поверьте, когда я сажал однажды, оставил один, забыл просто посадить. И он действительно там на протяжении всего сезона зимнего пролежал просто вот так с открытой корневой. Вот видите, белые корешки, все нормально. С открытой корневой. И я потом просто весной увидел его и решил посадить. И посадил, довольно хорошо прижился, даже не болел. Так что он очень живучий и очень такой устойчивый можжевельник к стрессам, ко всему. И, ну, конечно, схожесть у него не всегда такая, как у нас и в этот раз. Ну, постараемся. Теперь ошибки ушли, постараемся можжевельник выращивать круглый год. Каждый год, вернее, каждый сезон будет идти можжевельник. Вот его, еще раз смотрим, да. Вот его. Корневая, вот она сам. Ну, это 15 сантиметров, посмотрите сами. Корень и корневая, вот. При посадке корень, конечно же, можно свернуть, там вот так посадить его, вот. Прекрасно будет расти. Сейчас южные регионы сейчас можно сразу сажать, заливать его полностью, хорошо пойдет. А северные регионы, ну, можно в прикоп положить. Вот он уже, если видно, тут он цвет чуть-чуть меняет, вот таким вот становится. Ну, это от холодного солнца. Вот мы притянили, а я думаю, у нас в Сузим он будет таким цветом. Ну, довольно красивое дерево. В общем, я не скажу, что декоративность у него высокая. Ну, для подстрижки у меня и этажерка из него, и шарики из него довольно красивые делают. И все это прекрасно. И запах у него тоже хороший. Ну, вон он какой красавец, видите. Ну, я не знаю вообще. Я думаю, он уйдет весь. Уйдет весь хорошо, но нам на посадку мы половину продадим, половину оставим нам на посадку. Здесь довольно-таки много пока. Ну, можжевельник хороший. Ну, и такой сортов один из можжевельников, который неприхотлив. Можжевельники, в принципе, все неприхотливы. Ну, этот более-менее вообще неприхотлив. Этот полив, 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 полив. Он сидеть может один год у вас в таком состоянии. Чуть-чуть подрасти. А на следующий год может так стартануть. Ну, сантиметров 30-40 год у него прирост будет. А потом крепким деревом его вообще можно, в принципе, поливать нужно всегда. Ну, довольно-таки засухоустойчив. Если он прижился, то это хорошо. Однолетка идет у нас на сайте. Ну, опять же, там ссылка будет в описании. То есть, все, смотрите на нашем сайте. Заказы строго через сайт. В этом все. Сейчас много работы, поэтому видео снимается так. Извините за качество, за звук, но мы снимаем видео больше для сайта. Для того, чтобы люди видели и знали, что покупают. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик. Всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok